МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День российской науки – праздник людей, стремящихся к открытиям и достижениям, владеющих современными знаниями и передовыми технологиями. Благодаря трудолюбию, профессионализму и багажу знаний российских ученых новые технологии приходят в нашу жизнь, делая ее более насыщенной и интересной. Крылья Советов сыграли в ничью с Сурханом из Узбекистана. Контрольный матч прошел в рамках второго зимнего сбора в Турции и завершился со счетом 1-1. Как уточнили в пресс-службе, гол забил Денис Якуба. Напомню, второй учебно-тренировочный сбор продлится до 13 февраля. В Самарской области объявили желтый уровень опасности. По данным Приволжского ГМС, в четверг 8 февраля местами по региону ожидается сильный мокрый снег. Также прогнозируют усиление ветра до 16-21 метров в секунду, метель, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах снежные заносы. В Самарской области из-за сильного ветра и снегопада продлили ограничение движений на дорогах для автобусов и маршрутных транспортных средств до 18.00 8 февраля. Действует также запрет на организованные перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции региона. По данным Минтранса, по причине непогоды и из-за снежных заносов в настоящее время перекрыты дороги в Борском, Елховском, Кенель-Черкасском, Пестравском, Сергеевском, Ставропольском, Камышлинском и Шанталинском районах. На региональных трассах работают 268 единиц снегоуборочной техники. Водителям региона рекомендовали по возможности отказаться от дальних поездок. Запрет на высадку животных без владельцев распространят с поездов дальнего следования и на электричке. Об этом заявили в РЖД, сообщает ТАСС. Для того, чтобы новый порядок заработал на территории всей страны, будут проведены корпоративные процедуры. Дело в том, что акционерами большинства пригородных компаний-перевозчиков являются сами субъекты Российской Федерации. Будет установлен единый порядок перевозки животных. Ранее после трагедии с котом Твиксом новые правила перевозки питомцев были установлены в поездах. При обнаружении животного без хозяина проводник обязан передать его на станции сотрудникам вокзала, а те, в свою очередь, представителям зоозащитной организации. В России в следующем году планируют произвести одну тысячу базовых станций, что позволит начать внедрение в городах-миллионниках сетей 5G. К ним получат доступ операторы для улучшения качества мобильной связи, сообщила РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях должно начаться с 2026-го в крупных городах России. Он отметил, что разработка идет в рамках дорожной карты направления «Современные перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года. Эксперты отмечают, что планы по импортозамещению базовых станций 5G соответствуют стратегии развития отрасли связи, утвержденной правительством России в прошлом году. В России стартовал большой семейный проект «Всей семьей». Он приурочен к объявленному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным «Году семьи» и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей среди россиян. В рамках проекта семьи-участницы должны раз в неделю выполнять несложные задания, а затем размещать в социальных сетях фотографии с хэштегом «Всей семьей» и обязательным хэштегом «Всей семьей 63». В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей. Принять участие может абсолютно любая российская семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей. Редактор субтитров А.Семкин